Привет! Мы с вами находимся в Таганском районе, недалеко от станции метро Паралитарская. И здесь от Паранцовской улицы до больницы номер 84 проходит Новоселенский переулок, который пересекает на своем пути Марксистскую улицу. Он состоит из двух фактически независимых участков, связанных друг с другом именно Марксистской улицы. На участке от Паранцовской улицы до Марксистской улицы односторонние движения автомобильного транспорта по одной полосе в сторону Баранцовской улицы. А на участке от Марксистской улицы до больницы одна полоса для движения автомобильного транспорта в обоих направлениях. То есть он становится очень узким этим переулком. Или на общий переулок составляет всего 350 метров, но фактически он является тупиком. А участок от Паранцовской улицы до Марксистской улицы переулком. Перелок был назначен в 19 веке, когда здесь застраивались живыми домами огороды Покровского монастыря. Их заселяли новоселы, поэтому такое необычное название Новоселенские. А это словно новоселы, потому что здесь жили жилые дома на месте огородов Покровского монастыря, который рядом находится на Таганской улице. И вот здесь были огороды этого монастыря, но потом стали их застраивать в 19 веке жилыми домами. И тут поселились новоселы, поэтому Новоселенский переулок. Ну, сегодня это единственное оставшееся от бывшего комплекса название 19 века, вот новоселенских названий, да? А раньше еще были Новоселенские улицы, площадь, переулок и бульвар. Ну, а теперь вот осталось только Новоселенский, соответственно, переулок. Да. Да, и, кстати, Абельмановская улица некоторое время называлась Новоселенский проезд. Ну, и единственное, что здесь сохранилось, но, кстати, довольно интересный объект, это бывший старообрядческий собор Успения Престой Богородицы на Пухтинке. В здании подмена 6, начало 20 века здесь содержали благослужение старообрядца Белогреницкого согласия, признающего окружное послание. Храм был построен по образцу Успенского собора Кремля, между прочим, и был освещен в 308 году. В коностасах нижнего и верхнего храма были собраны со всей России иконы старой 15-18 веков. Храм был закрыт, естественно, в советское время, и после этого перестроен 4-х этажное общежитие завода Станкалит, который, насколько я понимаю, находится где-то там в Савеловском районе, довольно далеко отсюда. Ну, и, вот, а возможно, это и, ну да, наверное, там. До сих пор я не возвращал в Русской Православной Церкви и использовался как общежитие. Ну, общежитие уже не завод Станкалит, конечно, а просто как общежитие, значит, для любого человека, для приезжего. Ну, и кроме бывшего соборника, объекта по переулку не числится, но, в принципе, посмотреть бывший собор старообрядческий из-за такой довольно богатой истории, конечно, вполне себе можно. Ну, и практически, да, лучше, от метрополитарской пешочком, в принципе, вполне. Не так далеко. Приятных прогулок и до новых встреч на улицах Москвы.